Решила сразу записать вам видео. Видео о чём? Занимались мы, каждый своими делами. Мой муж был на улице. Ой, боже, какая жара. Такая сейчас влажность повышенная. Занимались каждый своими делами. Мой муж сидел на улице, я тут занималась шитьём, там что-то, что-то делала, и вдруг он звонит и говорит. Привет, друзья мои. Как? Сашку? Пью чай. Я Светлана Та. Ура, час как ребёнок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня ёлочка. Я Ерушанна. С Новым годом! Спасибо, что вы были с нами. Позвонила полиция и сказали, что придут через полчаса. Давай быстренько всё там убери. И всё. Просто я переодела. Сейчас надо переодеться, потому что очень жарко. Я вспотела во всём этом одеянии. Видите, с меня течёт подвес, друзья мои. Никто никуда не ходил абсолютно. Ни в какие комнаты не ходили. Пришло двое полицейских. Зашли в зал. Сели и попросили паспорт. Попросили заграничный паспорт. Попросили мою прописку, паспорт, кемлик удостоверения. И попросили джуздан, эвлилик джуздан. То есть свидетельство о бракосочетании. Что-то там записала. Настроили они были приветливо, спокойно, так хорошо. И я тоже, естественно, не нервничала, ничего. И что-то записав, начали задавать. Мы сидели с Ашкибом рядом. Начали задавать вопросы. Когда Светлана, день рождения, говорит, у неё когда, знаете, он сказал, 8 февраля 72-го года. А когда вы поженились? Он говорит, 10-10-2017. Эту дату он запомнил, потому что при первой нашей проверке, когда мы подавали документы на ВНЖ, он не смог вспомнить дату нашей росписи. Поэтому после этого он зубрил, зубрил. И, естественно, так быстро всё сказал. Я даже удивилась. А меня спросили, правильно он говорит? Да, Светлана какие любит цвета? Он начал говорить. Она любит синее, любит оранжевое, все яркие цвета. Окей. Ну, естественно, они спрашивали, сколько детей у меня, сколько детей у него, сколько было брака у него, сколько у меня. Мой муж всё отвечал. Какую-то анкету они там заполняли. Ну, а потом, значит, мне говорит, Светлана говорит, какую еду любит муж? Что из еды любит муж? Я так, супор, потому что он ничего не любит. Ну, я так говорю, знаете что, он любит кебаб. Ресторанный кебаб. И, говорю, любит грузинское хачапури. Вот оно что. Потому что, говорит, ты не делай ни котлеты, ничего. Я начала так спокойно им рассказывать. Окей. Какая, говорит, команда, любимая футбольная у моего мужа. Вы представляете, я забыла. Я не то, что забыла. Я на ум у меня пришла, Паша Бахче, работа моего мужа. Бывшая работа. И я так, по, по... Они говорят, Пеннер Бахче? Да, говорю. Думаю, что-то не то сказала. Естественно, не то, потому что мой мужа, какого-то сарай. Но это не важно. Остальное они мне что-то ещё спросили. Но сейчас это всё у меня как во сне. Ну, естественно, говорит, она хочет получить гражданство, остаться здесь, жить, любит Турцию, любит это. Я говорю, и мой муж говорит, конечно, конечно. В общем, вот такие вопросы. Я потом спросила, я им сразу колонию, дяде колон на руки предложила. Они не отказались. И я говорю, чай, кофе, что-нибудь будете пить? Они говорят, мы столько, говорит, выпили уже. И у нас ещё 25 семьи. Мы должны всех обойти и проверить. Очень много, говорит, на гражданство подают. Особенно сирийцев. Очень много. И, говорит, мы уже и выпили много, и нам ещё предстоит много выпить. Потом, во время беседы, они согласились на кофе, когда закончили все дела и вопросы, и другое, что-нибудь холодное выпить. Ну, мы ему спрайт предложили, и они выпили. Ещё что можно сказать. Я подумала, что они будут ходить по комнатам, проверять. Ничего такого не было. А почему этого не было? Я сейчас вам расскажу, смотрите дальше. А знаете, почему они так приветливо к нам отнеслись? Потому что они уже, оказывается, поинтересовались о нас, о Йонэ Тэй Джи и Капэ Джи. И они были обо мне очень положительных эмоций. И только хорошие рассказали. Но они же видят, как я каждое утро ухожу, занимаюсь спортом, как я развожу цветы, мой балкон самый красивый. Они всё это замечают. Мне же не дураки. Все люди всё видят. Вы не думайте, что вы живёте где-то на одном этаже, и никто не знает. Все про вас всё знают. Если вы хорошо себя ведёте, они хорошие скажут. Если будете плохо себя вести, о хорошем ничего не расскажут. И они при выходе, как раз лифт приехал, и они признали, что мы, говорит, до этого поспрашивали двух человек, и они о вас были самых положительных отзывов. Поэтому, говорит, вы очень хорошая семья, удачи вам. И что касается полиции, проверки закончены. Следующая ваша проверка, вас пригласят куда-то, там будут задавать вопросы. Мой муж говорит, напугал мне, ты должна выучить историю Турции и тому подобное. Но это будет уже не страшен волк, как его молюют. Я тоже самая боялась, переживала до этого, что будет очень серьёзная проверка. Но на самом деле всё было в дружелюбной обстановке. Будьте естественны, ничего не бойтесь абсолютно. Вот даже я забыла группу моего мужа. Хотя Галатасарай с моих уст никогда не сходил. Галатасарай, Галатасарай. И вот он сейчас вышел, говорит, как ты могла забыть. Я, ой, блин, точно, я даже забыла про это. Нужно принимать и отпускать это во всю вселенную, не принимать близко к сердцу. Ну, получилось, так получилось. Господи, Галатасарай же мне не дадут гражданство. Неправда ли дадут гражданство за то, что я не знаю эту группу, знаю эту футбольную команду. Ну, вот такие вот дела, мои дорогие. Вот у меня был сегодня такой неожиданный сюрприз, и всё закончилось хорошо. Через три месяца, говорю, в течение трёх месяцев вас позовут, а потом ждите. Ну, будем ждать, нам некуда спешить. И сейчас уже мы можем что-то планировать, куда-то, куда-то срываться с города, потому что вот так бы уехали и, ну, потеряли бы очередь, и пришлось бы ждать ещё. Ну, а сегодня я не ходила на море, поэтому у меня нечего вам показать. Вчера тоже я не снимала ничего. Я сейчас в последнее время снимаю самые интересные моменты в течение нескольких дней, вот так, чтобы сесть открыто поговорить. Я это делаю редко, и в основном в последнее время я себя не показываю, потому что я всегда полураздетая, да, и одеваться, и такую жару неохота. Поэтому всё снимаю и разговариваю за камерой. Ко мне в гости сегодня приходила моя подружка Катя, мы так хорошо с ней посидели, пообщались. Я быстро приготовила пиццу. Думаю, чем её угостить? Мороженое закончилось. Сладкое пирожное закончилось. И мне пришла мысль сделать тесто, приготовить тесто из эмацони, из йогурта. Йогурт, соль и мука. Приготовила такое быстренько тесто. Пока Катюша посидели, мы пообщались, оно немножко так пришло в себя, отдохнуло. И потом я приготовила пиццу из суджука. Мой муж тоже проснулся и позавтракал такой вкусной пиццей. Как жаль, что я не принесняла. Ну, не подумала я, да, не подумала. Сейчас, вы знаете, что хочу делать? Я сейчас перешиваю кое-что. Перешиваю кое-что и буду браться за новый фасон в платье. Покажу вам, мои дорогие. Вот. Держу в руках, чтобы проверить. Такие вот дела у меня, дорогие мои друзья. Сейчас пойду переоденусь и сяду за машинкой. Друзья мои, посмотрите, какой у меня плод Маммардика. Напишите в комментариях, что с нее делать. Вот у меня уже второй. Видите, плод. Первый вот так вот раскрылся. Я его не использовала. Хотя раньше был больше урожай. И знаете, что-то хочу посмотреть на моих луков. Ну, чат. Спасибо вам большое за поздравления. Я вчера столько было у этих комментариев. Наконец-то я ответила. Ночью покажу вам мою птичечку. Мамаша сидит на месте. Ее не было. Я так посмотрела, что цветок пипец. Что цветок весь обкаканный. Горшок надо его выкидывать. Ну, а что делать? Вот я положила булгур здесь подальше. Никто ничего не кушает. Я не знаю почему. Избаловались все. Вот это что у меня интересное? Помидор будет или что? Или огурец? Мои помидорчики вот растут. Так вот, мои дорогие. Я вчера ответила на ваши комментарии. Очень благодарна вам за то, что вам понравилось мое платьице. Сейчас я никак не приду в себя. Выспалась сегодня от души. Выспалась. Просто спала и спала. Почему я легла вчера в 4 утра? И сегодня в 8 встала и легла обратно. Думаю, ничего это не убежит. Вот что мне делать с этой мамардикой? Очень было бы интересно сегодня, что сделала. Полила эти цветочки, побрызгала. Помыла под этим нашим. Вот, как всегда у Светланы. Как всегда у Светланы день. Чем начинается мытьем полов. Покажу сейчас вам мою ткань. Вот такая у меня следующая ткань. Наверное, сейчас не видно, но она такая ярко-малиновая. Знаете, что в том магазине, когда мы брали желтую, такого выбора не было. И вот был там какой-то кусочек и малиновая, малиновая. Ну-ка, сейчас, может, на свет будет лучше. Так незаметно. Вот. Видите? Видите, какая малиновая? И вот я буду с нее что-то шить. Решила пошить там такой сарафанчик. Моему мужу понравилось. Ну, у меня сейчас по бизнесу вебинар в 6 часов, если я успею. Суббота-воскресенье опять я сижу дома, потому что у меня очень много работы, мои дорогие. Кстати, надо взвеситься, сколько килограмм я вешу. Смотрите, какая у меня посылка. Вы понимаете, какая посылка огромная. Еще хочу вот эту сумку маме. Вот эту сумку маме хочу отдать свою. Вот, неподъемная. Еще много чего нету. Я не знаю, сколько килограмм. Поэтому нам нужно, чтобы кто-то отвез ее. Ну вот, будем ждать. Сегодня на ужин я решила приготовить красную рыбу, турецкий лосось. Достала его. Сейчас он уже у меня разморозился. Да, он быстро так разморозился. Хотя 2 часа назад достала. Смотрите. Сейчас я это помою, да? И дам ей стечь. И надо придумать. Почему я решила? Ну, в субботу я всегда радую так чем-то нас, да? Хотя каждый день радую. Вчера что я приготовила? Мы доели фасоль зеленую. Потому что в несколько дней, вот в один день поели и все. Больше не прикасались к ней. Была другая еда. Я приготовила из грудинки одной такую подливку. Салатик. Салаты в нашей жизни присутствуют. В большом количестве. Я поела зеленую чечевицу. Вот сегодня я ее доела уже. И салатом. С курочкой. Ну, а сегодня запеку рыбу. Вот не знаю, как делать. Когда мы покупали эту рыбу, мой муж спросил, как ее приготовить. Они сказали, пожарьте на сливочном масле, а потом в духовке. Вот надо подумать, как это. Я так не поняла. А почему именно нельзя ее в муке там и зажарить? Вот это я не... Надо разобраться над этой темой. Мои дорогие! Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ада.